Дизайн без границ Республика Алтай, село Саузгам, гостиничный комплекс «Лесотель» в 20 километрах от аэропорта. Здесь туристы отдыхают после долгого перелета и начинают знакомиться с красотами Республики Алтай. Лесотель появился 10 лет назад. Это шесть коттеджи, которые оформлены в едином эко-стиле. Через несколько минут вы увидите, как преобразятся двухэтажный коттедж под названием «Красный корень» и апартаменты «Вереск». Гости разные компании, разные приезжают. Конечно, хотелось бы максимально показать разнообразные природные ландшафты Республики Алтай. И, конечно, сохранить и бревно, алтайский кедр, и косметическими ремонтами уже недостаточно поддерживать должный уровень. Поэтому возникла такая идея. Идти скучным путем, просто найти дизайнера, заключить с ним договор и работать с одним человеком по проекту нам показалось скучно. Мы хотели действия, экшен, мы его получили сполна. За дело берутся 11 дизайнеров. Кто-то начинающий, а у кого-то 20-летний стаж. Каждый из них по условиям конкурса должен представить проекты преображения в формате 3D. Над каким из номеров им предстоит работать? Определить жеребьевка. Красный корень. Спасибо. Спасибо. Далее не менее ответственный этап. Знакомство с пространством и замеры. 2,55,3 мм. Замеры, выбор стиля, проектирование на все три месяца. Особенно важны качественные материалы. Помогут в выборе консультанты интерьерного салона «Верде Декор» и салона керамической плитки «Амары Баньо». В силу своей профессии приходится очень много смотреть и интересоваться тем, как это сейчас делается на Западе. Мы обратили внимание на то, что, например, плитка, натуральные материалы, они очень популярны сейчас. Я хочу это здесь все применить, потому что изначально тут такая заготовка получается брутальная. Это даже не цилиндрованный брус. Его надо сейчас просто нормально, правильно развить и добавить вот этой атмосферы, которая сегодня очень популярна, например, в Канаде, в США, в таких северных странах, которые по климату совпадают с нами. Но при этом они, дизайнеры и собственники, скажем, помещения, они не стесняются, они наоборот делают. Там такие вещи смелые, когда человек приезжает в это место, он просто получает принципиально другие впечатления от жизни. Скажем, он не может себе это позволить дома в силу разных причин, но он может сюда приехать, заплатив достаточно серьезные деньги, и он может пожить в совершенно другой атмосфере, непривычной для себя. У нас тема такая, эко, брус. Мне кажется, тут сложно что-то уже выдумывать, нужно отталкиваться от эко-темы. Вот у нас горный, дерево, территория зеленая, поэтому пренебрегать этим нельзя. Каждый этап работы дизайнеры выставляют в Инстаграм. Чтобы все получилось стильно, с участниками проекта «Годный» работают эксперты в области моды, ораторского искусства, имиджмейкеры. Это у нас будет Светлана Павлова, Лос-Анджелес. У нее Европейская школа дизайна. Она будет за нами наблюдать, будет комментировать работы ребят, будет читать им лекции также. И Александр Кутенков, это Новосибирск, дизайнер, который сегодня был представлен на проекте. Три месяца творческой работы, и вот итог. Хюги – эко-этнический современный стиль фьюжн с элементами арт-деко. По такими разными углами увидели дизайнеры два пространства. Определить лучшие проекты не так просто. Дизайнер, он все-таки призван решать конкретные задачи. В данном случае задача здесь одна, да, повысить заполняемость номеров, да, и возможность, может быть, увеличения стоимости. И обратную связь для того, чтобы пошли рекомендации. Добавление звездности, да, это важно. То есть правильное количество санузлов, вид очень важно. Многие участники переделывали помещение так, чтобы максимально использовать вид природный из большого окна. Кто-то расширял окно, кто-то на это окно поворачивал большую ванну с видом, соответственно, в лес или там на реку. Это достаточно важно. Множество мнений, споры, и вот имена победителей. Коттедж «Красный корень» преобразит дизайнер Елена Кулькова. Апартаменты «Красного корня» действительно будут отличаться от того, что сейчас. Но первое, что я сохраняю в этом интерьере, это ревно за одни сутки, скажем так. Мне пришла идея, что эту идею действительно надо развивать, ее надо поддержать. И далее, действительно, в течение месяца моих путешествий, которые произошли именно в этот период ведения проекта, я действительно встретила в жизни, в реале, что есть такое дерево, которое может жить даже на камнях. И хоть оно и на другом конце света, но оно перекликается абсолютно с идеей гора Алтая. И я считаю, что инсталляция, которая будет использована в этом «Красном корне», вместе с теми напитками или чаями, которые, возможно, будут подаваться гостям в этом номере, будут полностью служить на перезагрузку людей, которые приезжают в этот номер. Второй победитель – Анна Нижегородцева. Она будет работать в апартаментах «Вереск». Я вообще очень люблю Горный Алтай. Я заядлый путешественник по Горному Алтаю. У меня даже с точки зрения туриста накопились какие-то впечатления и мысли. И когда нам предложили участие в этом годном проекте, было что сказать к этому моменту. Идея появилась сама, когда я вошла в это пространство. Активно шел белый цвет, светлое пространство, какие-то элементы. Все-таки это апартаменты, это определенный ценовой сегмент, это определенные посетители. И мы постарались выразить наиболее интересную идею в этом проекте. У нас там есть и панорамный камин, и стена из слаба мрамора, и все это так достаточно гармонично. Белый цвет – это цвет свободы, это цвет гор, это цвет освобождения, чистоты. Да, это то, зачем в основном люди едут в Горный Алтай. Для того, чтобы очиститься и набитаться энергией. И задача при проектировании этого номера была как раз такая. Позволить людям уже здесь, в лесотеле, получить эту чистоту, эту гармонию. Перепланировка глобальная, потому что в том номере основная проблема, с которой мы столкнулись, маленький санузел. Мы организовали большой санузел с двумя панорамными окнами, с невероятной, я думаю, уникальной гидромассажной системой, с хрома и цвета, и светотерапией, с большим количеством форсунок на двух человек с верхним душем. Центром композиции номера является панорамный электрокамин со стеклом, который не перекрывает панораму на горы. Но основное в этом – это как раз использование приятных тактильно комфортных материалов для создания уютной атмосферы. Я счастлива. Каждый проект, он как ребенок, когда он создается, это такой сложный процесс, а потом он рождается. И мне бы очень хотелось увидеть, как он родится, какой он будет. И если все получится замечательно, все обязательно получится, я стану постоянным посетителем, я думаю. Перепланировка и ремонт в номерах начнутся уже в этом году, чтобы уже в следующем летнем сезоне гости комплекса смогли насладиться не только красотами Алтая, но и уютным стильным экоинтерьером в лесотеле. Как преобразятся пространства? Это ремонт расскажет и покажет. Не пропустите! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова